Доброго дня вам, уважаемые сограждане, резиденты и нерезиденты, непонятно кто, а может быть и понятно. Я вот подумал, постоянно мы акцентируемся на мускулинной форме рок-н-ролла, в мужском начале. Как-то вот мужчины превалируют, но они в принципе и так превалируют, но женщин мы обижать не будем. Поэтому сегодня, подумавши, решили посвятить наш небольшой спич довольно известной особе. Ее уже нет с нами, но и роль в развитии рок-музыки, да и в целом искусства, очень и очень немаленькая. Начнем с небольшой интриги. Этой женщине посвящали песни такие выдающиеся деятели современного искусства, как Боб Дилан, Леонард Коэн, Брайан Джонс, Игги Поп, Джим Моррисон, Суи вспоминал ее частенько, промеж строк, Джон Кейл, Лу Рид, То есть целый пантеон великих людей писали, посвящали ей песни. Помимо этого и она писала песни, довольно неплохие, весьма оригинальные. Кто же это такая и чем же она так взяла? Сие святое, гениальное мужское племя. Начнем с того, что речь идет о Нико. Это псевдоним Нико. Настоящее ее имя, фамилия Кристина Павгин. Она уроженка Германии. Родилась там в 1938 году, как раз во время свирепствования Третьего рейха. Отец ее был военный, воевал на Восточном фронте, получил черепно-мозговую травму. То есть она уроженка Германии, такого тевтонского духа. И внешность у нее была соответствующая. Да, такая, знаете, как ее называли, снежная королева. Такой нордический типаж, блондинистая, тевтонский такой дух, довольно жесткая. Девочка, как вы понимаете, от рождения была симпатичная. Рост был у нее метр восемьдесят, и ей сама была дорога открыта куда? В модельный бизнес. Это она почувствовала. Притом с молодых лет была не обижена мужским вниманием. Вы же знаете, мужики, мы такие, что где красиво, где и сияет, где сладко, туда и тянет. В общем, зарисовалась она в нескольких модельных агентствах, и даже снялась в фильме легендарном Федерико Феллини «Дольче Вита. Сладкая жизнь». В этом фильме у нее эпизод, но очень запоминающийся эпизод. Ей там всего-то было, думаю, 15 лет от роду. Ранняя она, ранняя, да, как и все в модельном бизнесе. Очень ранняя девочка, даже несмотря на то, что это был тот период, если она уроженка 38-го года, да, конец 50-х, начало 60-х, она стремительно ворвалась в этот бизнес. Поехала в Лондон. Началась культура. Вы помните, битвомания, ролики перлись со страшной силой. И вот она в Лондоне познакомилась с Брайаном Джонсоном, лидером Rolling Stones, который помог ей записать сингл первый. Второй сингл помог записать Джимми Пейдж, который гитарист Лед Зепплин, вы знаете, тоже фигура не из последних. Синглы имели локальный успех. Поболтавшись в Лондоне, прочувствовав всю ту богемную тусовку, она поняла, что Лондон Лондоном, а Нью-Йорк лучше. И рванула в Нью-Йорк. А Нью-Йорк на тот период тоже бурлил со страшной силой. Он был условно поделен на два района. Даунтаун, где царствовал бог Дилан, вам известный. И другая часть Нью-Йорка, так называемая условно фэктори фабрика, где властвовал начинающиеся обороты и силу Энди Уорхолл, король поп-арта. Вы знаете, замечательнейший художник, правда на любителя, но очень большой след оставил в культуре современной даже в целом Энди Уорхолл. И она, потусовавшись с Диланом, Дилан успел ей написать песенку даже, поняла, что она не хочет быть как Боб Дилан, а хочет быть сама по себе. И это сама по себе ей дал Энди Уорхолл. У него была тусовка, которая называлась The Factory Fabrica. Вокруг этой тусовки собрались талантливые люди, поэты, музыканты, художники, все различные фрики, которых везде полно, в том числе уверены в вашем городе. И вот все они под крылышко Уорхолла и тянулись. Уорхолл был с Ника прост, потому что он был другой сексуальной ориентации, и Ника его как объект вожделения мало интересовала. Она его интересовала как объект, давайте утрируем, зарабатывания денег. Почему? Потому что он задумал в свою одну из групп, которые возглавлял Лурит и Джон Кейл, Вильвет Андеграунд, это такая была группа, вести женский вокал. И вот как раз с Ника подходила больше всего. Пела-то она, вам скажу, на любителя. Но ее яркая внешность, ее движение на сцене, ее весь образ, такой, знаете, лунной, я уже говорил, нордической красавицы, давал именно тот фон, который был необходим Энди Уорхоллу. И вот как результат вышедший в 1967 году альбом The Velvet Underground Тальнико. Это тот самый альбом, на котором банан изображен, который можно было оторвать от обложки. Это была новация на тот период. Альбом хитов не взял, но засветился сильно. И до сих пор многие рок-музыканты для себя одной из путеводных звезд называют именно этот альбом и эту группу. Но Нико она была женщина очень интересная в каком плане? Полярная. То есть, с одной стороны, Снежная Королева, а с другой стороны, давайте объективно говорить, она была не очень сильно напередок. И поэтому у нее в любовниках были, наверное, все люди, с которыми она так или иначе общалась на Жниве в поп-музыке. Естественно, если подходили по своей ориентации. Начнем с того же Брайана Джонса, Боба Дилана, Иги Попа, Джимми Моррисона, Джона Кейла, Лу Рида. Все эти люди были в ее любовниках. То есть, время зря не теряло. И если вы помните культовый фильм, получил он такой статус Оливье Ростов на Зе Дорс, двери, 91-го года, посвященный Джиму Моррисону, лидеру группы Зе Дорс. Так вот, там как раз и сцена одна из скандальных, когда Джим Моррисон предается с девицей оральным ласком в лифте. Так вот, эта девица, это и есть Нико, которую сыграла американская актриса, по-моему, Кристина Фултон, очень талантливая. Посмотрите, сценка замечательная, снята, но надо отдать должное еще и режиссеру Оливье Рустовну. Приврал он не слабо. Говорят, что было это не так, но, вы же знаете, кино славится своей скандальностью, а жизнь рок-звезд, она скандальна. Сама по себе. Поэтому такой момент вполне мог иметь место, и почему бы его не отобразить. Ведь кассовый сбор это самое главное. Творчество ее, еще раз скажу вам на любителя. Мне больше всего нравится альбом The End 1974 года, где она замечательно исполнила песню Doors The End. И продюсировал этот альбом, как и ее почти все альбомы, Джон Кейл из Вильвента Деграунд. Тоже очень интересный персонаж, но о нем как-нибудь в другой раз о Кейле. О Нико немножко продолжим. Значит, она в киношных кругах прославилась тем, что по слухам разрушила брак вам известного Олена Делона. Он встречался с очень интересной актрисой Рами Шнайдер, и все дело шло, была уже помолвка к свадьбе, но в 1962 году ворвалась Нико. Делон, что называется, запал на нее, позабыл про свадьбу, как результат разрушенной планы. И Нико родила сына, назвала она его Ари, это как раз Делоновский сын, от которого он открещивался, но родители Делона признали его, и он, внучок, жил частенько с ними. Если вы посмотрели на фотографии, то, безусловно, сходство с Оленом Делоном есть. Как бы он ни открещивался, все-таки при всем при уважении, малыш его ребенок был и есть. Значит, жила она вольно, не страдала никакими комплексами, а в основном, как говорится, на полную грудь. Героиновая зависимость, всеразличные наркотики, алкогольная зависимость. То есть, насыщенной жизнью жила, творческой, альбомы на любителя, еще раз повторю, но интересно. Ее влияние на себя очень многие рок-музыканты называют, и, например, песня группы «Зыкал», так и называется «Нико», замечательная, кстати, песня, она посвящена ей. Жизнь она прожила насыщенно, умерла, правда, рановато. Еще и 50-ти не было на 50-м году, потому что занятия творчеством как-то позволили ей собрать определенную часть денежных средств, и она купила домик себе на острове Ибица. Это испанские владения, вы знаете, этот остров, который славится своими творческими и вольными нравами. На Ибицу многие едут записывать альбомы, там проходят гигантские тусовки, сейчас там называются реймы, различные пати, все фрики, все люди съезжают сюда, например, Фредди Меркури обожал Ибицу. То есть там это веселуха, круглый год. Так вот, в один из жарких юридских дней 88-го года, Нико решила съездить на велосипеде, остров-то небольшой, в магазин. Одни говорят в магазин, другие говорят за очередной дозой, но факт остается фактом. Она попала, неудачно встряла колесом куда-то, перевернулась, ударила с головой, умерла от кровоизлияния мозга. Через день. То есть там и врачи постарались, диагноз неправильно поставили изначально. То есть, снежная королева нашла свой, нашла свою смерть очень банально, несмотря на то, что очень, она очень непривиальна была. Я думаю, Александр Васильевич постарается ее визуальный ряд выложить, потому что ее образ должен, вами, как говорится, быть оценен. И вы поймете, что весь мой рассказ, это больше рассказ о знаменитости, не о знаменитости рок-звезде, а об известной женщине, которая была в около музыкальной тусовки. Внесла, конечно, свой вклад, но это, в конце концов, не Дженнис Джоплин, а не Ко. Поэтому такие люди тоже достойны уважения. Смотрите ее, слушайте и понимайте, что жизнь это не только рок-н-ролл, а рок-н-ролл это всего лишь часть жизни.